На такое привычное устройство, как школьный звонок, изобретатели смотрят по-своему. В чем он отличается от обычных школьных? Ну, до этого у нас звонок подавался путем нажатия на кнопку. Айдар Мухамедшин, десятиклассник школы-менеджер, решил, что теперь на кнопку человеку нажимать будет не нужно. Включать звук школьного звонка будет программа. В такой небольшой коробочке эргономично уместилась вся система, которая работает на данный момент. У Айдара на написание программы и внедрение ее в прибор ушло 4 месяца. Кодит он третий год, начинал с простых языков программирования, переходя к более сложным. А эта система стала его первым воплощенным в жизнь изобретением. В принципе, система функционирует стабильно уже на протяжении месяца где-то, да? Да. И отставание в погрешности времени было около 5 секунд, что является как раз таки заверенным продавцом плюс-минус 2 минуты за год. Сейчас в дополнительном образовании руководство страны в общем и Альметьевского района в частности решило сделать ставку на развитие творческой интеллектуальной отрасли. В прошлом году в городе успели появиться школа креативных индустрий и фабрика креативных процессов. Прежде эту образовательную нишу занимал Кванториум. Не первый год ведутся разговоры об увеличении кадрового потенциала района и дефиците квалифицированных кадров на предприятиях. Поэтому и упор в этих образовательных центрах делается на профессии, связанные с высокими технологиями. Трехмерный дизайн, робототехника, программирование, лазерная резка и 3D-печать. Больше полутора тысяч детей сейчас изучают эти перспективные направления. Чем мне нравится работа? Тем, что данное движение, оно позволяет каждому ребенку реализовать свои потребности, то есть свои идеи. А движение первых мимо перспективных кадров не проходит. И физикам, и лирикам найдется место. Технарям по призванию посвятили одно из 12 направлений. В 23-й школе свои изобретения вместе с Айратом представили его одноклассники-активисты движения. Так они отметили день детских изобретений, а заодно и сдали зачет по предмету индивидуальной проектной деятельности. В шести городских школах в этот день юные инженеры хвастались своими разработками. Тимур Туманов, Новости Юго-Востока.